На 5-е место этого рейтинга я бы поставил выбор Горана Драгича под 45-м пиком 2008 года. Его выбрало Сан-Антонио и обменяло его Феникс под крыло Стива Нэша. На 4-е место нашего рейтинга я бы поставил выбор Монте Элиса под 40-м пиком 2005 года. Уже в свой второй сезон в лиге Монте вывел бесшебашный Golden State времен Дони Нельсона в плей-офф и получил награду самопрогрессирующего игрока. Вспомним, что его поменяли на Эндрю Богута. А когда и под каким пиком выбрали Богута, да, все верно, его выбрали тоже в 2005 году под первым пиком. На 3-е место рейтинга я бы поставил выбор Марка Газоля под 48-м пиком на драфте 2007 года. Его выбрал Лейкерс, но обменял его Мемфис. Одной команде он принес чемпионство, а второй принес очень сильного центрового, одного из двух самых разносторонних наряду с Жуакимом Ноа центровых в НБИ. На 2-м месте выбор Кавая Ленарда под 15-м пиком 2011 года. Этого игрока выбрала Индиана, но, к моему огромному счастью, обменяла его в Сан-Антонио на Джорджа Хилла. На тот момент казалось, что этот обмен однозначно в пользу Индианы, потому что Джордж Хилл был игроком стартовой пятерки Сан-Антонио и приносил этой команде немалую пользу. Но, как показало время, что Сан-Антонио и их гениальный менеджмент не ошибся в своем выборе. Шелден Уильямс, Патрик О'Брайн и Алексей Печеров. Знаете, что объединяет всех этих баскетболистов? Всех их выбрали на драфте 2006 года в первой двадцатке. Раньше, чем выбрали по 21 пикам Раджона Рондо. Рондо – это безоговорочно лучший баскетболист нынешнего состава Бостона. Более того, он единственный, кто остался в команде со времен своего выбора на драфте 2006 года. Ну извините, ну блин, не мой день сегодня, что я могу сделать. Рондо – это безоговорочно лучший футболист. Рондо – это безоговорdı. Рондо – это безоговорочно лучший футболист. Рондо – это безоговорочно лучший футболист.